Самым первым известным на сегодняшний день упоминанием об Айратах является текст сокровенного сказания монголов, где несколько раз встречается этноним Айрат. Но, как известно, древний Айратский союз имел состав совершенно отличных современных и даже средневековых Айратов. Состав средневекового Айратского союза, а также Айратского союза XIII века вызывает споры у ученых монголоведов вот уже больше века. Но наличие в Айратском союзе хойтов во все известные периоды ни у кого не вызывает сомнений. Впервые хойты упоминаются в сокровенном сказании, когда Чингисхан послал своего старшего сына Джучи, чтобы тот покорил лесной народ. В год Зайца в 1207 году Джучи, старший сын Чингисхана, был отправлен с войском правой руки на лесной народ. Бука был их проводником. Айратский Худухабики прибыл с миром впереди Тумена Айратов и стал проводником Джучи, довел его до Шикшита. Добровольный переход Худухабики был высоко оценен Чингисханом. Это так доброй воле позволил породниться дому Чингисхана и семье Худухабики. Монгольская хроника Шарату Джи описывает женить бы двух сыновей Айратского хана Худухабики на Цаценкейн, дочери Чингисхана, и Халайхан, дочери старшего сына Чингисхана Джучи. Две дочери Худухабики были выданы за Анкута и Менгу. В результате заключения браков между сыновьями, дочерьми и потомками Чингисхана у Худухабики образовалась отдельная родовая династия внутри большого правящего рода. Родственные связи Айратов с чингизидами были, например, с Хубулай ханом в Китае, с Бату ханом в Золотой Орде, с Халагу хана в Малой Азии. С этого момента хойты стали играть большую роль в жизни монгольских народов. После развала Великой Монгольской империи хойтские князья наравне со всеми участвовали во всеайратских сеймах, чугунах. Выставляли собственные войска, имели собственные кочевья, но туги. Хойты были одним из ведущих племен при создании айратского государства, но в какой-то момент позиции их в результате междоусобной борьбы ослабли. Так, в Джунгарии, где кочевали хойты, айраты были представлены четырьмя субэтносами – джунгары, дербеты, хшуты и тургуты. Хойты же находились под властью дербетских наенов. После ухода тургудов на Волгу дербенный айратский союз Джунгарии продолжал сохранять четвероплеменение, и на место тургудов стали хойты, княжский род которых вновь обрел внутреннюю независимость. После трагического краха Джунгарии, во время которого маньчжуры вырезали подавляющую часть айратского населения, небольшая горска джунгарских айратов сумела спастись и пришла за пределы России. Присоединившись к волжским айратам, это были люди хойтского Найона Деджита, к которому также присоединились небольшие группы оренхайцев, теленгитов и других племен родов. По пути к Волге Деджит умер, а его жена Эльзия Решху вышла замуж за вдовствующего Найона хашульского луса Замьяна. Замьян усыновил сына Деджита Тюмень Джиргалана и воспитал его как родного. Замьян Найон передал верховную власть над улусом волжских хашутов Тюмень Джиргалану, обойдя своих родных сыновей. Сыновья Замьяна затаили обиду на отца и в 1771 году пошли вслед за Убушиханом, введя с собой большую часть хашутов. Тюмень Джиргалан остался с небольшим улусом, в составе которого оставшиеся хашуты составляли лишь небольшой процент. Помимо них в улус Тюмень Джиргалана входил и подданный его отца Хойты, Телингиты и Урянхайцы. Благодарность за верность отечеству царское правительство восстановило численность улуса Тюмень Джиргалана и присоединило к нему тургудов и числа тех, кого царские войска успели вернуть обратно. Но несмотря на то, что хашутов в составе улуса оставалось совсем мало, а правящим домом в нем были хойты, он сохранил за собой название Хашутский. Много лет спустя хашутский Найон Серебжаб Тумень принял участие в войне с Наполеоном и, как и дербенский Джамбо Тайши Тундутов, ввел свой конный полк в ворота Парижа. Немного позже младший брат Серебжаб Батуру Буши, автор истории Дербена и Ратов, побывав в Петербурге и воодушевившись скоростой у Казанского кафедрального собора, спроектировал здание для нового хурула, которое было решено возвести в честь победы над Наполеоном. Это был знаменитый хашутский хуруль. В хашутском хуруле находилась богатейшая библиотека князя Тюмени. А также великая религия айратского народа – джунгарское знамя Дайчин Тегри. С этим знаменем Серебжаб Тюмень входил в Париж. Считается, что знамя было варварски уничтожено во время революции. Но до недавних пор жили старики, которые рассказывали, что знамя надежно спрятано и хранится у одного из представителей рода Кирид, который ждет прихода представителей ханского рода, чтобы передать знамя достойному преемнику. Эрни Чучеев. Дорогие друзья, в год благодарности его святейшеству Далай-Лама в 14-м, приуроченной к 85-летию его рождения в рамках реализации проекта центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакимуни. Сокровищница духовного наследия калмыцкого народа» издан альбом Далай-Лама в Калмыкии от трех его визитов в нашу республику. Продажа данного издания производится в Калмыкии в Центральном хуруле. Средства от реализации альбома будут направлены на издание сутры «Алтнгерл. Калмыцкий и русский перевод».